Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас грустный повод для свидания, но оно будет посвящено одному из лучших людей, которых я знал в этом мире, и Долматову Валерию Александровичу. Светлая ему память. И я вынужден, это сказать, и вынужден, и обязан рассказать о нём. Вот что у меня о нём осталось. Лак мастика Долматова, правда, об облепиховом массе Долматов, долотый корень соперник женщины. Эти материалы остались о нём как память. И я обязан, так как сейчас читать перестали, и обязан рассказать в виде аудио фильма. Итак, поехали. Начнём с золотого корня. Вот что я сейчас делаю. Я сейчас здесь вставлю его фотографию. Вот он. Самый светлый из нас. Самый умный из нас. Но, наверное, полностью он так и не раскрылся. Есть такие люди. Я бы, знаете, что сделал бы? Я бы приехал за ним. Вывернул его наизнанку. Выжил из него всё, что он знает. А сейчас уже не скажет. Ну, давайте то, что хотя бы есть. Я с ним познакомился лет 12 назад. Я дважды ездил в Селябинск. И вот она встреча с ним. Он тут же взялся мне помогать. Мне было тяжело в чужом городе. Вот. Но я приехал читать лекции. Вот. У меня появилось два друга Латинко и Долмату. Оба ушли. Они моложе меня. Оба ушли. Из этого мира. Прежде временно. Вот. И когда я смотрю вот на эти нелепые смерти, я думаю, неужели в самом деле там, в райском саду, а то, что им сковородка не грозит, и котел со смолой тоже не грозит. Вот. В райском саду, наверное, не хватает настоящих садоводов. Вот. Поэтому они ушли туда преждевременно. Вот. Работать в райском саду. Как лучшие садоводы России. Латинкофф и Долматов. Ну что, давайте. После вот такого выступления я вынужден был сделать. Я проверяю, идет ли запись. Вроде бы идет. Вот его статья. Я хочу, чтобы ее озвучить. Потому что много лет назад я ее опубликовал на своем сайте. И все. Кто-то когда-то посмотрел. И на этом все. Читаю дальше его текст. Однажды, в 90-м году, я попал в автомобильную аварию. Произошло лобовое столкновение по вине пьяного водителя, ехавшего навстречу. В результате аварию у меня была сломана нога. Вы знаете, что когда его хотели забрать? Получается, в 90-м году. Ну ладно, я извините, отвлекся. Читаю дальше. Это его текст. В результате аварию у меня была сломана нога. Я сильно ударился головой. Изо рта и носа потекла кровь. Врачи поставили диагноз сильный ушиб мозга. Я потерял обоняние. Плохо слышал. Сильно кружилась голова. Вот. Я отлежал, не вставая 4 месяца. До буквально с третьего дня я принимал порошок золотого корня. Три раза в день по 0,1 грамм. Так, давайте выделим порошок золотого корня. Выделяю. Три раза в день по 0,1 грамм. После того, как я встал с постели еще 2-3 недели ходил как пьяный. Потом все нормализовалось. Через 9 месяцев мне сделали электроэнцефалограмму. Врачи были очень удивлены. А, ну когда я рассказал им, что пил золотой корень, они мне ответили. Молодец. Продолжает пить. Результаты прекрасные. Через год у меня полностью восстановился слух и начало восстанавливаться обоняние. А через 3 года я уже начался запах и даже малой концентрации. Пил я его 7 лет без перелива. А потом стал чувствовать себя прекрасно и перестал употреблять. И чем сейчас очень жалею. Так, давайте так. Я железов уже потерял из нашей троицы. Уже 2-х мушкетёров нет. Остался один. Я должен сказать это. Одну такую вещь. Золотой корень, я с ним имел дело. Я целый рюкзак золотым корень принёс с гор, самых высоких гор саянских. Вот. Я принимал настойки, раздавал, дарил. Вот. Но всё равно хочу сказать то, что так как это прежде, чтобы озвучить эту статью, я должен сделать такое заключение. Такое, как бы это назовём, очень важное замечание. Итак, чем сильнее лечебное свойство какого-то вещества, тем оно опаснее. Поняли? Чем сильнее, тем это не допустимо никаких, не допустимо никакие, как это называется, передозировки. Никаких передозировок. Вот. Иначе это станет ядом, отравой и что может случиться, то, чем потом жалеть уже не придётся. Поняли, да? И вот только когда я имел обязанный моральное право вот это сказать, не отбить охоту от золотого корня, а именно уточнить никаких передозировок. Идём дальше. Итак, дальше говорит Валерий Александрович Донатов. Разведением и исследованием золотого корня радиола розового я занимался с 72-го по 96-й год. Однажды в урожайной газете я прочитал небольшую статью радиола розового и решил, что нужно обязательно дополнить то, что стало мне известно. В процессе разведения и детальное изучение этого растения я узнал очень много полезного и о разведении, и о заготовке, и о применении, чтобы это растение пришло как можно больше пользу людям. Немного теории. Золотой корень радиола розового нового лекарства на растение напоминающего характеру действия препараты группы женщиня. Корневища радиола содержит гликозит, родиолозит и его агликон паратирозол, который обладает высокой биологической активностью. препараты золотого корня нетоксичны и безвредны при длительном назначении. Еще раз сказал это наш Валерий Александрович если бы не авария все-таки здоровый мужик вот и после излечения снова здоровый мужик еще много лет лопата лопата работяга еще раз скажу не переусердствуйте даже радиолы можно угробить человека. Так читаю дальше извините я как бы сильно много и все равно обязан это предупредить. Итак продолжаю Долнатова улучшает количественные и качественные показатели физической и умственной работы повышает неспецифическую сопротивляемость организма к ревному действию ряда факторов физической и биологической природы как принято фармакогнозии науки о лекарственных растениях то есть описание внешнего вида стебли а кстати внизу будут фотографии я с удовольствием познакомлюсь с ними стебли радиолорозовые прямоходящие неветвистые высотой благоприятных условий по 70 см в угнетенных условиях 10 см листья очередные многочисленные сидячие яйцевидно ланцы это видные длина 7,35 мм ширина 5,15 мм почти цельно крайняя или верхняя часть с немногими зубцами только на верхушке зубца прошу прощения в такой день я не могу не отвечать на телефон и звонки я не прерываю связь а вдруг по делу алло я вас слушаю здравствуйте я заказывала сейм апрекотливые ванчурские вы мне прислали и вот и мне к вам вопрос такой я поняла правильно что их надо обрезать наполовину так смотрите что получается я сейчас снимаю то есть я делаю фильм сегодня он умер наш друг один из наших как бы главных в нашем кружке я продал матово и сейчас я память о нем делаю о нем статью уже не статью статья его а я ее перевожу на аудио так вот вроде бы занят но когда мне задают такие вопросы они касаются не только вас или меня но всех давайте опускать будет это если что я тогда два серии сделаю давайте несколько минут посвятим вашему вопросу смотрите сколько ваши эти вы сказали обрезать не обрезать что сейчас у вас допустим сколько они год исполнился нет а вот вы мне их прислали буквально а вот эти я писал я их в холмики посадила все корневую шейку собила на границе коричневого и красного господи какая бы умница осталось спустяк отрезайте половину кроны и все ни о чем не жалейте ладно все поняла то есть вот этот стержень сам я его пополам отрезаю да ага и еще вопрос такой отрезать прямо или наискоток если почку разглядите они же маленькие почки у них совсем маленькие значит где-то под 45 градусов выше почки ага выше почки и заманить вот этим варом обязательно 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 понимать понимать огромное спасибо вам я вас поклонник и желаю вам здравия и тонких лет жизни и вам спасибо вы знаете каждый лык об строку даже то что я прям смотрите вы еще раз пусть все равно Долматов про которого я сейчас цитирую даже он бы сейчас на меня не обиделся бы а он там на небе но я уверен что он в эти дни он с нами я чувствую потому что слезы в глазах стоят чувствую что он где-то рядом так вот он бы не обиделся на то что я отвлекся и еще раз скажу любая пересадка как бы мы не сберегли корни крону половину отрезаем беспощадно потому что когда саженность пересаживается крона целая это сразу инвалид сразу больной на всю свою жизнь и невозможно нарушенными корнями да еще на новом месте да еще не дай бог полусухими корнями вот у многих деревья погибают прямо при посадке они просыпаются потому что видно допустим ну месяц там два три где-то они валялись в этих пересылке они куплены на юге в южных странах вот ну оставь ты ему 3-5 почек убери а у него 2 метра уберите к черту почти 2 метра оставь 3-5 почек ниже глядишь бы и вышел кто же его выкормит представляете я показывал эти саженцы 3 метра толщиной почти в руку вот мою вот я экран показываю да и его всумывают 5-ти литровый горшок корней представляете вот там вот я показываю прям опять вот я растопорю ладонь вот столько корней при 3-х метровом саженце знаете где я эту фотографию сделал на сайте Тимиревской академии все дальше ой а что я смеюсь извините сегодня травмный день для меня я этот смех конечно не уместен издевательство на Тимиревской академии хотя они не заслужили 3-х метровый саженец засовывают корни в 5-ти литровый горшок попоняли а у вас все нормально я вам вышел саженцы маленькие но корни-то целые и все равно 50% отрезаете раз пересадили все поняла все давайте тогда закончим я буду дальше цитировать все до свидания до свидания до свидания вам спасибо я думаю это не лишний разговор так Валерий Александрович не обидится читаю дальше верхние листья под соцветием наиболее крупные цветки однополные двудомные обычно 4 редко пятичленные 3-4 миллиметра длины собраны на верхушках стебли тушилистики линейные желтые длины зачем мы это ожидали да кто-то никогда его не видел еще и надует сами понимаете поэтому лучше знать эти детали вот лепестки линейно продолговатые желтые зеленоватые цветет ма июня плод раскрывающий листовка при созревании краснейшая нередко радиола розовая умножается вегетативно и с помощью семян это очень важно ее же можно вырастить до любого огороде который имеет удлиненную и цивидную форму от 1,8 до 2,2 миллиметра длины вот 0,8 1 миллиметр ширины так ну сегодня день такой извините слушайте Татьяна Александровна я сейчас фильм снимаю он уже это долна-то умер сегодня я сейчас я сейчас это наверное уже не первый звонок я не могу фильм как бы срывается съемка не срочно потом поговорить постараюсь да обязательно и пораньше допустим в 8 все давай пока это Татьяна Александровна Железова невестка которая принимает у вас заказы на на эти на 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 ну все дальше не отвлекаюсь так цвет семяна темного до светло-коричневого семена кожура резко выражена продольная ребритность поверхность корневищ гладкая серовато-бежо цвета с золотистым отблеском вот поэтому наверное называется золотой корень вот так нет вернее розовый радиол розовый поэтому наверное называется так при скабливании наружного со скабливания наружного слоя пробки обнаружится внутренний слой лимона желтого света запах характерный немного напоминающий запах розового фирного масла отсюда а вот почему запах розового фирного масла отсюда название розового вкус горько вяжущий излом ровный белого с красным цветом цвета размер самых крупных корневищ с полоток г но все здесь хватило бы настройки к сожалению некоторые садоводы вместо золотого корня выращивают отщиток пурпуровый который также относится к семейству толстянковых но никакими свойствами золотого корня не обладает характерным отличием отщитка пурпурного являются красно-бордовые цветы собраны в щитки наверху стебля сами стебли гораздо большей величины чем у золотого корня корни длинные и тенообразные встречаются даже в густом лесу рот радиом насчитывает 21 весть корневищах радиола четырехчленной перестанно-трезанной холодной морозной линейно-листной также обнаружен солидрозит радиолозит но сравнительная оценка этих видов с радиолой розовой свидетельствует о несомненных преимуществах пользы радиола розовой важнейшим экологическим фактором для произрастания радиола является увлажнение и характер почвы запоминайте если станете врач а потом еще и продавать поэтому это очень важно не всех но многим она любит влажные хорошо тренированные открытые освещенные участки избегая застойного увлажнения это нужно учитывать при разведении на судовом участке очень важно отметить что радиола розовая не любит соседство сорняками так как любая овощ особенно вредным для нее оказался пырей ползущий соседство радиола розового спырей может привести к гибели корневищ иногда при сильной засоренности сорняками приходится для спасения корня выкапывать его очищать сорняков пересадывать на чистый сорняков участок также губителем для радиола является грибковое заболевание поэтому рекомендую систематический при полях использовать противогрибковые препараты фитоспорин марганцовку срок выращивания радиола розового от 5 до 16 лет причем чем старше растение тем оно эффективнее вот это даже надо выделить то есть не спешите выкапывать радиола розовая является растением марганофилом ух ты я не знаю такого слова то есть оно накапливает в себе действующее вещество в присутствии марганца поэтому в процессе врача нужно поливать аэрослоры марганцовки калия марганцовок кислого моя практика так много еще ничего так а ну дочитаем так итак моя практика ну и было измерено содержание радиолазина в дикораспортных корнях выращенном на садовом участке где я постоянно поливал радиол розовый ассор марганцовки так вот содержание основного действующего вещества радиолазина в корнях выращенных в саду было 3-4 раза больше чем дикорастущих а мы всегда считали что дикорастущие полезные здорово первый раз такое вижу а то мы все это мечтаем о дикорастущих в литературе указано что заготовку корнях нужно производить в августе сентябре но академик филатов пишет что все суккуленты попадая в неблагоприятные условия вырабатывают в себе мощные биосимуляторы алоэ по методу филатов алоэ по методу филатов радиола розовая тоже является суккулентом поэтому я заготавливаю в октябре после осенних заморозков а иногда даже после первых снегопадов как правило потом наступает потепление второй бабелета и вот тогда я ее выкапываю беру колей беру одно или два корневища в зависимости от размера такого количества хватает для употребления всей семьи и всей семьей в течение года и еще хватает угостить друзей ясно да поняли по количеству выкопанные корневища с корнями следует очистить от земли промыть с твоей холодной воды чтобы вымыть из зазора землю и глину затем аккуратно обтереть дать просохнуть в течение двух-трех часов корневища во время мытья должны быть цельными нарезать нарезать корни поперек на тонкие ломтики толщиной 2-3 мм и сушить специальные сушилки при температуре 50 градусов не более если нет такой возможности то можно сделать деревянную рамку натянуть марлю и положить на радиатор домашнего отопления а на марлю уже раскладывать нарезы очищенные от пробки и шкурки в один слой как правило к этому времени отопление в домах уже включают собранные в такое время корни показали при применении высокую терапевтическую эффективность сушка цельных корневищ недопустима так как приводит их к порче высушенные корни нужно измельчить на мясорубке или кофемолки сыпать сеглянную банку и плотно закрыть для поседневного потребления нужно отсыпать небольшое количество небольшую тару из которой будем брать ежедневно для заварки разовая доза для взрослого человека примерно одна десятая грамма сухого корня не вздумайте переборщить еще раз говорю не вздумайте переборщить опасно это железо у которого есть свои опыт и и свои понимания радио радиолазит легко расставим в воде потому не обязательно делать его настои наводки ой как жок да что же это такое Валерий Александрович как это не наводки опять грешу такой день я засмеялся ну вы меня поняли да он на меня не обидится кстати проверка эффективности препаратов золотой корни показала что наибольшей эффектностью обладает свежая чистая без шкурки и пробки мякоть корневища немного слабее свежее высушенные корни заваривая при потреблении кипятком и гораздо слабее эффективность спиртовых препаратов застойки и экстрактов вот слабее эффективность спиртовых препаратов ну все мечта испарилась так шутка видимость закисления кислорода воздуха испытания на сохранность показали что сухой порошок корни хранившийся плотно закрытой стеклянной банки в течение 10 лет садят 25% действующего вещества то есть можно хранить 10 лет саратиков в своей книге золотой корни издание Томского университета подробно описывает исследование золотого корня на животных и людях в результате исследования было выглядело что применение препаратов золотого корня повышает содержание глюкозы в мозге в 20% что в свою очередь повышает способность к интеллектуальным перегрузкам улучшает посттравматическое восстановление СНС лечение невритров лицово-слухового нерва способствует сохранению энергетического потенциала мозга способствует лучшему консолинированию центральной нервной системы что несомненно приводит к повышению работоспособности организма препятствует истощению гликогеновых ресурсов печени усилит функции половых желез внимание ребята доставайте золотой корень как называется радиол разговор так препятствует отложению холестерина на стенках сосудов тоже важно нормализует артериальное давление снижает содержание сахара в крови при сахарном диабете золотой невеста поиск для паза одной болезни при сравнении действия женщины на организм золотой конь превосходит ух ты а так 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 при сравнении женщине золотой конь превосходит женщине много лет назад он мне прислал эту статью для моего сайта я как-то не обратил внимание превосходит женщине ого а женщине является ядовитым арсилием золотой корень ядовит долбат золотов свой все вот это уже можно убирать телефон уже не понадобится ну пусть будет как будет есть еще его дочь есть у него внук это как минимум кого я только знаю дочь и внук вот так так что там пускай остаются эти данные на этот телефон дочь реагирует вот а вдруг что-то кто-то позвонит скажет я восхищен статьей долбат сейчас я займусь поисками на сетра дел розовый ну и так далее и тогда получается что пусть даже вот это не лишнее даже после своего консины долбат будет нам помогать с помощью дочки с помощью внука ведь если вспомнить что все-таки не без моего давления он передал изготовление лак-пластики целебный для растений для заживления передал внуку это тоже память о нем что его нет лак-пластику будем пользоваться так теперь осталось посмотреть на эту красоту вот он как выглядит вот видели это видел собрали мы втроем трюк рюкзака потом не знали что делать и не было это было лет 30 назад и не было статьи это не было и не было интернета и не было так просто где-то отдыхать пройдет розовая все это узнать вот а он все это проверил на себе сейчас мы будем прощаться вот но это только прощаться понять относительно мы будем помнить мы будем вспоминать и где-то прозвучало что он умер сегодня ночью вот получается и вроде бы то есть я не скажу память но вроде бы 25-го неделя рождения за которого он не дожил один день примерно так если ты набрал извините прощай нас друг но прощаем мы только с твоим извини за выражение телом душа твоя с нами вот ты с нами до свидания отключаюсь ночью ночью заплачу до свидания 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 Продолжение следует...